Слава Богу, братья и сестры! Вы только что видели людей, которые выходили на эту сцену. Это счастливые люди, как и большинство людей, сидящих в этом зале. Жизнь человека заключается в том, чтобы однажды пережить встречу с Иисусом, покаяться в своих грехах, родиться свыше, потом водное крещение, а потом ожидание встречи с Иисусом. У людей этого мира совершенно другие представления о правильности жизни. Однажды родиться, учиться, жениться, дети, внуки, а там кто его знает, что дальше будет? Закопают руки все. Но если на этой земле есть люди, которые говорят, что за смертью есть жизнь, реальная жизнь, которая никогда не закончится, она будет продолжаться и продолжаться, и конца ее не будет никогда. Аллилуйя! Это слово не человека. Это слово всемогущего Бога. Слава Иисусу! У нас действительно не всегда достаточно времени, и мы отчасти ограничены во времени. Я вспоминаю один брат, когда, имея ревность против одного человека, говорит, этот человек спит по 30 часов в сутки. Ему говорят, брат, как в сутках только 24? Он говорит, по-моему, 6 часов раньше ложится. Мы можем больше молиться Богу, мы можем больше посвящать времени служению для Иисуса. На самом деле, это правда. Мы можем правильно распределять наше время, а можем сомневаться, мы правильно быть или нет. И эти противоречия, которые возникают в разуме любого человека, они были, есть и будут. Но однажды наступит такое время, когда понятия о времени уже не будет. Конца этого времени уже не будет. Будет присутствие Божье. Аллилуйя. Сон святых, ангелы, херувимы, серафимы и множество народов, которые приняли благую весу от Своего спасения и благодарят Бога там, в небесах. Слава Иисусу! Это время однажды наступит. Я знаю, что у людей есть сомнения, они переживают, мы правильно сделали, что пришли, или неправильно сделали, что пришли. На этом месте проповедуют покаяние, крещение, исповедание Иисуса Христа Господом в своей жизни и дальнейшую славу всемогущего Бога, куда мы все стремимся прийти. Этот путь один и единственно праведный. Много есть, которые претендуют на звание Бога, но они остались в своих гробницах, и мы знаем, где есть их места. Но мы знаем, что однажды Иисуса положили в огроб, думали, что Он умер. А Он воскрес измертв. Халилуя, слава Ему! Возьмется во славе и сегодня ожидает там искупленных, за которых была заплачена цена. Цена непорочного чистого Агнца Иисуса Христа. Слава Ему вовеку! Мы проповедуем, братья и сестры, про ад и рай. И есть в жизни человека в противоположности. Есть благословение, есть проклятие. Изначально Бог предлагал для своего народа и говорил, я тебе предлагаю, выбери, что ты изберешь. Если ты изберешь благословение, ты вынужден будешь исполнить это слово. Если ты не согласишься с исполнением этого слова, ты будешь наследовать проклятие. Что ты изберешь? И человек стоял перед выбором. Сегодня люди стоят перед выбором, глядя на свою совесть. И я думаю, что у каждого из нас были такие моменты. Мы знали, есть путь беззаконный, есть путь более праведный. И чаще всего мы избирали беззаконный. Мы искали своего. Сегодня же пастор спрашивал, чего он нам недостает. У Бога, в Боге есть равномерность. Вся не недостаток будет восполнен. Писание говорит, братья и сестры, и наши гости о том, что действительно есть ад и есть рай. Это не придумали историки, это не придумали философы. Это записано в священной книге Библии. И однажды Бог насадил рай на востоке и посадил туда человека свое создание, свое творение. И человек, не исполнив слово всемогущего Бога, был извержен от него, выгнан. История сотни, тысячи лет. Борьба противоположностей. Добра и зла, любви и ненависти. Да и нет, свет и тьма. И мы с этим выбором столкнемся буквально каждый день. Когда мы принимаем правильное решение в своей жизни. В нашей жизни начинает участвовать Бог. Мы можем его не видеть, но мы верим в это слово, которое записано. И на основании этого слова мы ожидаем нового неба и новой земли. Аллилуйя и слава Иисуса. Только верующий человек может поднять в своих глазах гора, зная, что там не просто звездное небо, там есть безграничная даль, в котором неприступный свет, в котором обитает всемогущий Бог. И однажды там будет великая встреча. Иисус Христос послал своих учеников по изгородям и перекресткам. Для того, чтобы они пригласили на пир людей. Вряд ли кто-то сегодня откажется пойти на пир. Там денег не требовали. И не говорили, что этот пир будет стоить, а вход столько там будет стоить. Блюда будут такие, будешь столько платить. Да, да. Многие бы согласились, но почему-то отказываются сегодня. Отказываются от того пира, который приготовил Иисус Христос. Я помню, у нас в церкви однажды покаялся человек, он вышел, плавил здесь перед церковью. Его звали Анатолий. Это было, может, лет пять назад. И когда я узнал о том, что этот человек 31 года сидел на зоне, я был просто поражен, думал. Я имел друзей таких авторитетных. Они по пару лет просидели в тюрьме, а к ним просто подойти невозможно было. Они все были такие напыщенные. Просто гордость светилась в них. Не знал, как подойти к нему. А тут 31 год, он склоняет свои колени перед Богом, плачет. Что производит Бог в этих сердцах, в этих каменных сердцах? Неужели возможна такая явная перемена? Был бы, ну представьте себе, 31 год в тюрьме. Это много, правда? Я помню, в школе я не мог дождаться, пока 10 лет закончился. Тогда еще 10 лет учились. Я ожидал этого счастливого момента, когда наконец позвонят колокольчикам, вручат диплом и скажут, все, ты отучился. Для меня это было мука. Чеснота, обязательства, читай, учи, множество. А тут тюрьма. Многих из нас Бог помиловал, мы там не были. Но это тюрьма, она действительно существует. И кто из вас скажет, что это неправда? Это просто другой мир, мы даже не пересекаемся с ним никак. Ну разве что сейчас братья и сестры ездят в тюрьмы, проповедуют Евангелие Царства Божьей, там и там люди каяются, принимают водное обещание и становятся счастливыми людьми в ожидании Господа. Но этот мир, он существует. У нас есть один человек, который сегодня находится в нашей церкви. Его зовут брат Борис. Прыгни, пожалуйста, сюда. По походке можно определить, что это за человек? А по внешности? Мы не будем спрашивать его профессию. Мы просто спросим, сколько лет он просидел в тюрьме, хорошо? Сколько? Три. Тридцать четыре года зоны. Особо опасный рецидивист. Бывший. 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 Сегодня спасенный. Вы знаете, братья и сестры, мы познакомились с этим человеком в Соломинской больнице номер четыре районной. Такая пресловутая уже палата номер четыре. Палата, куда редко заходили врачи. Бывали раньше камеры смертников, то это палата смертников. Там не лечат, и там особо лечить нечем в этой палате. Там подбирают людей, ложат туда, и люди обречены. Но Иисус Христос зашел и туда. Слава Ему. Бывали несколько слов. Как мы с тобой познакомились? В больнице я попал, потерял сознание на улице. Мне принесли в Соломинскую больницу. В больницу. Ну, пришли братья. Я с сестры, братья покаялся. Ну, сколько же можно сидеть, думаю. Куда деваться? Я уже все прошел. 10 заповедей все нарушат. Все. 11 заповедь, только надо Господу Богу давать и держать. Как человеку хоть умереть. Пришел, каялся. Что делать? Только дальше с Богом надо идти. И все. Ну, все. Правильно. Слова Богу. За брата Бориса. Выхода нет. Сатана поводил, поводил. Иногда нужно 34 года в тюрьме просидеть, чтобы это понять. А можно было всего этого обвиновать, и все могло бы быть совершенно не так. Добрый день было не так. Но сейчас времена... Борису уже будет скоро 64 года. 61. 61 год. Большая часть отсижена. Большая часть жизни, проведенная в местах лишения свободы. Аминь. Это сегодня другой человек. Вы знаете, мы наблюдаем за этими людьми и просто благодарим Бога, насколько он меняет эти каменные сердца. Давая надежду. Утверждая нашу веру, что это возможно, братья и сестры. Это возможно. Еще один человек, с которым я хотел бы вас познакомить. Вася, пройди сюда. Тоже человек, который есть в нашей церкви. Брат Василий. Сегодня они красивые. Борис, когда последний раз попал в тюрьму, в больницу, это называют бомж, да? Бомжевал. Бомжевал. С молитой. Видите, какой? Бомжевал. Человек, Христос, войдя в жизнь, начал преображать. Там врачи приходили в палату, там кого-то нужно было перевести или перегрузить. Борис был первый. Этого человека долго просить не надо. И сегодня, ну, добрые слова говорят братья, которые живут вместе с ним. В церкви у нас. Слава нашему Богу. В Боге это возможно. Еще один человек, который приехал к нам, тоже красавчик такой. Он волнуется. Ну, ему идет, когда он улыбается. Он всю жизнь свою просмущался. Вот так вот он проходил, опустив голову, и ему стыдно было смотреть в глаза людей. Одна женщина позвонила в Смелитополе, говорит, мы знаем, что у вас есть служение такое. Не могли бы вы его взять к себе. Но он живет у нас сколько-то? Год прожил у него. Около года прожил у него. У него женщины, которая просто подобрала его на улице. Последняя работа его была в рабстве. Его просто спаивали водкой, не желая платить ему денег. И когда его терпение оборвалось, он пошел очередной раз, он взял нож и немножко порезал того человека. Его не посадили в тюрьму только потому, что это был человек, который пришел с улицы. С него нечего было взять. Его просто выпустили. Опять под забор, опять в пьянство. И подобрала одна женщина, и сегодня он есть с нами в церкви. Он несколько месяцев ходил на служение, и однажды в одной из молитв что-то проявилось в этом человеке. Библия говорит, что Христос наставляет своих учеников, переправляет их на другую сторону, в землю Годоринскую. Где находился одержимый человек, который не жил в доме, он жил в кровати. Его сковывали цепями, и он разрывал их. И он в одежде не одевался. Но Христос мог оставить возлюбленных своих, тех, ради которых он пришел и отправился в землю Годоринскую, через опасности, через трудности. И когда этот человек к нему подошел, демон сотряс его, и он просил, чтобы он не мучил его, и выпустил его. Помните, когда эти демоны вышли в свиней и прыгали там потом в скрутизны в море и подопились? Нечто подобное было из Василия. Через его устазы говорил демон. Это было два дня молитв. В один день мы молились четыре часа, и второй день три часа. Пока этот человек не получил освобождение. Аллилуйя. Пред именем Иисуса преклонится вся его колено небесных, земных и преисподних. И когда этот демон горел через его уста, Вася ничего не помнит. Он не помнит, как это происходило, что было. Но этот демон говорил, оставьте его мне, он мой. Я уже столько лет живу в нем, я не выйду из него. Что вы молите своему Богу? Зачем он вам нужен? Не призывайте в кровь Иисуса. Он просто умолял нас. И когда понял, что эти люди отступать не собираются, и наоборот прикладывали усердие в молитве, он говорит, давайте я заключу с вами договор. И мы вспомнили. И говорили этому демону, ты помнишь, как ты предлагал Иисусу в пустыне? Он говорит, помню. Ты помнишь, что тебе ответил Иисус? Одному Богу поклоняйся и ему служи. Помнишь? И он просто срывал, он сказал, что помню. И ему запретили, и он вышел. Слава нашему Богу. Иисус Христос. Вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И когда Вася пришел в себя, мы спросили, Вася, что ты видел? Где ты был? Скажи, Вася, что ты видел? Ну, я был по ту стороне, в сторону. Это было в Аду. Тогда, я туда, там, конечно, нет, плохо было. Примерно это время ограничено. Там долго было. Ну, я его видал. И, как бы, и дьявола, и горящие это самое, и озеро, и ангелов его, и души, скрежущие в зубах. Это, конечно, крики. Вы просто их никогда не услышали. Это вам не машина. А просто это вечный ад. Там всегда огонь и темнота и смрад. Так что, и когда я оттуда вышел, ну, когда уже вот взелился в свое тело, я тогда понял, что это мне только было показано. И я долго теперь вспоминаю даже этот отрывок, когда он мне показывается иногда. Что надо только Богу слушать, а не дьявол. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Анг и рай реальности. Реальные люди и реальная судьба. Кто-то может ограничивать себя от единства веры и думать, что достаточно того, что я в душе согласен, что Иисус и есть Христос. На самом деле нет. Сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. И это духовная брань, которая сегодня ведется в духовном мире за душу каждого человека. Потому что Бог не хочет смерти погибающего грешника, но хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И один стих мы читаем и будем молиться за этих людей. Книга пророка Осии, 13 глава, 14 стих. Этот стих будет на экране. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет, у меня говорит Господь. Братья и сёстры, мы верим в то, что власть Иисуса ограничить не в состоянии никто. Она безгранична. Но если ты поверишь, в твоей жизни начнутся величайшие перемены. И может быть ты думаешь, я уже не такой грешник. Я не рецидивист, я не убийца, я не вор. Я не алкоголин и не наркоман. Покаяние это смысл жизни всякого человека на этой земле. И это покаяние заключается в имени Иисуса Христа. Встанем для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok